Здравствуйте. Металлургия, вообще говоря, загадочная отрасль нашего материального производства. Во всяком случае, очень загадочным является начало металлургии. Но постоянно авторы спорят, а как такое могло случиться? Как это? Люди догадались выплавлять металлы. Ну, если еще речь идет про золото, тут все просто. Золото, оно в самородной форме обычно встречается очень часто. Все реки, которые были в Европе, когда-то были золотоносными, то есть там можно было песочек золотой намыть. Золото Рейна, опера Вагнера, пожалуйста. Ну, а потом, значит, люди все золото оттуда вымыли. Знаете, что такое промывать золото, золотой песок? Сейчас расскажу. Берется обычный песок, а в нем есть маленькая примесь, вот, например, золота. В некоторых речках есть примесь, например, самородочков, мелкий самородочков, платина, например. Да и промывается это дело. Промывается строя воды. Песок СО2 гораздо легче, чем аурум, золото, или который имеет вообще удельный вес 19, да, представляете какой? Это против песочка, который там 2 с чем-нибудь 3, вот так вот. Ну, вода уносит песочек, а вот эти золотинки остаются. Вот. Вот так вот когда-то добывали золото. А вот, ну, а золото его можно плавить. Оно, в общем-то, достаточно легкоплавкое и мягкое. Так что, вот, наверное, все-таки первым металлом, с которым люди познакомились, это была все-таки не медь, а золото. Хотя медь, конечно, более распространена. Но, честно говоря, я вот как-то вот видел на картинках самородки, которые называются кристаллическое золото. Это такие золотые кубики. И вот, говорят, такие же кристаллические образования образует и, значит, медь. И бывает такая вот самородная кристаллическая медь. И вот, говорят, что именно с нее-то и началось знакомство с металлом. И тут же спорщики говорят, а вы знаете, какая температура плавления меди, а? Очень большая, ее не могли достичь в ту пору. То есть, плавить медь не могли. Как же все это получалось? Ну, значит, идея дальше такая. Всему помог Кавказ, да. Сейчас вам расскажу, как. Значит, ну, понятно, самородки знаходили медные. Ну, камушек какой блестящий. Тук-тук-тук, каменный век же, что вы хотите. Раз, расплющили, да. Ну, подогрели, научились ковать. Не более того. Ну, самородки-то это же редкость. Кристаллическая медь – это очень большая редкость. Ладно. А вот на побережье Колхиды, да, там, говорят, были пески всякие, которые содержали металлы. Металлы они содержали, самые разные. В том числе эти были металлы, ну, скажем так, по-современному почти что, не совсем. Полиметалл, то есть много металлов. Там была медь, и там был мышьяк. И вот, как утверждают первое... Это, кстати, картинка не кавказская, а картинка египтская. Так вот, говорят, первая удачная плавка состоялась где-то вот в районе Северного Кавказа. И в этой плавке была получена следующая вещь. Значит, где-то там, в огне, пытались, видимо, сделать обжиг чего-то. Потому что к тому времени уже существовало гончарное производство. И вот они, обжигая с углем вместе вот этот вот песок, который содержал одновременно, и какие-то, значит, медь, в окисленном, конечно, состоянии, в соединении с кем-то, и мышьяк. И вот это то и другое восстановилось, а дальше волшебная картинка. Видите, какая? Это вот картинка, кстати, не про мете, не про мышьяк, это я просто из нашего курса химии с вами взял. Вот, плюмбом из цибиум, да, свинец и сурьма. Так вот, у них в сплаве температура плавления меньше, чем по отдельности. То же самое, и вот так вот появились бронзы. Значит, первая бронза, выполненная когда-то человечеством, была, так сказать, мышьяковистой бронзой, и было это дело на Северном Кавказе. Вообще, Северный Кавказ и вообще вот те места вокруг Черного моря, они в каком-то смысле уникальны с точки зрения металлургии, с точки зрения истории металлургии, лучше так сказать. Сейчас я вам объясню, в чем дело. Значит, вот это вот, значит, производство цветных металлов более-менее было освоено. Идея была такая, берется некий, значит, источник восстановителя, то есть углерод, и этот углерод соревнуется, значит, с металлом, то есть смешивается. Ну, по химии, помните, проходили. Все это дело смешивается, нагревается, горит при недостатке определенном, значит, кислорода, подающегося из атмосферы, при определенном, тот вопрос очень сложный. Начинается, значит, восстановление металла, да? Значит, у металла отнимается кислород, он забирается углеродом, углерод улетает, да? Вот такой вот процесс происходит. Ну, совсем без воздуха нельзя, потому что температуру не догонишь. Вот тут такая вот ситуация. Вот, и вот, значит, опять же, в тех же местах, это при Черноморье, как утверждают историки, вернее, скажем так, вот не совсем историки, а историки нашего климата, они утверждают, что в ту пору Черное море было, уровень его был гораздо ниже, чем сейчас. И вот что-то случилось, что-то связанное, возможно, с таянием ледников, возможно, с каким-то вот другим процессом. И вот море поднялось примерно для современного уровня и соединилось со Средиземноморским бассейном, всем остальным. Вот эти территории, где на самом деле родилась вот эта вот, значит, металлургия, они, значит, сейчас находятся под водой. То есть, они недоступны для археологического исследования. Вот, а так, в принципе, где-то там, говорят, она и родилась. А уже в готовом виде, с этой самой металлургией, значит, на территории современной Турции, да, Хетты, такая была держава, так сказать, Хеттская, и, соответственно, Калхида, да, Калхидская низменность, это там, Черноморское побережье Кавказа. И там, значит, вот, помните, был миф об аргонавтах, да, ну, миф, хотя те, кто пересказывает, говорят, что это было за столько-то лет, за сколько-то, несколько десятков лет до Троянской войны. Хотя, вроде как, Троянская война сейчас записана как реальное событие, которое когда-то там произошло. Ну, так ладно, вернемся к этой самой металлургии. И вот в тех местах, значит, существовало, кроме всего прочего, пески, содержащие, значит, оксиды железа и всякие другие, значит, их составляющие металлические. Оксиды, в том числе, так сказать, других металлов железной группы. И вот впервые, наверное, когда там была выплавлена железо, оно, во-первых, оказалось, ну, понимаете, вот я нехорошо сказал, не выплавленное, это мы так современно, это мы в 21 веке так говорим, и в 20-м так говорили, причем во второй половине 20 века. Плавить железо научились только в 19 веке, получили его в жидком виде, собственно говоря, железо. Вот как сталь, которая называется, да. А тогда было вот действительно железо, губчатый материал. Происходило восстановление, опять же, оксидов железа, или сульфидов железа могло быть, восстановление идти, с помощью углерода, который содержался в угле. И все, и потом после этого, ну, вот это получалась такая губка. Кричное железо, критца ее называли, да. И вот это случилось впервые на Кавказе. Кстати, вот картинка. Это уже где-то середина первого тысячелетия нашей эры. Колонна. Железная колонна. Хотел сказать стальная, потом передумал. Железная колонна. Про нее ходит множество мифов. Она стоит в Дели, эта колонна. Ну, мифы разные, разного, так сказать, направления. Просто наугад выдерну несколько из наиболее интересных. Самый интересный миф – это инопланетяне ее поставили. Самый, значит, такой необыкновенный, наверное, миф, что это вот в Древней Индии умели плавить сталь и вот сделали такую огромную, вот огромную стальную, значит, деталь, которую еще ковали потом. Видите, она круглая, надо было отковать целиком. Но, тем не менее, значит, скептики, которые говорят, да нет, все было не так, она еще не ржавеет. Вот скептики утверждают следующее. На самом деле она собрана из отдельных вот этих вот критц, как говорится, да? Вот, значит, критца, кричное железо, вот это вот критца, это кусок вот этого пористого железа. Итак, что такое из себя представляет, так сказать, критца? Значит, во время обработки этой самой руды происходит, собственно говоря, восстановление железа, при котором железо не плавится, оно не становится жидким. И получается такое губчатое железо, губчатое, потому что внутри этой губки, в порох этой губки находится шлак. Шлак, не сгоревшие частички углерода, не прореагировавшие с углеродом частички вот этого самого окислов железа. Вот. Ну и надо потом это долго-долго греть и долбить молотом. Долбить молотом. Кстати говоря, большую критцу, а вот это вот, как утверждают скептики, есть скептики, от имени которых я, собственно, собираюсь пересказывать их точку зрения, и энтузиасты, которые говорят, что да ну что вы говорите, это инопланетяне. Я вас умоляю. Так вот, значит, скептики утверждают следующее. Критцы были очень крупные, по 30 с лишним килограммов. Два пуда вот так где-нибудь, 32-36 килограммов. И вот эти вот критцы надо было обрабатывать, выколачивать. Одно дело, критца маленькая, обычно это кузнец. Бум-бум-бум, значит, кузнец делал. А вот 32 килограмма, нужен уже серьезный привод. Значит, это действительно говорит о высокой культуре металлургии в той Индии, в середине первого тысячелетия. Это, значит, было производство, которое позволяло, в общем, большущим молотом долбить, выколачивать из этой критцы, примеси, значит, неметаллические примеси. И вот ее, в конце концов, после нагревов она сплющивалась. И каким-то образом их сумели еще сварить друг с другом. То есть, тоже это нагревается и сколачивается. Вот как это, я не очень себе представляю. Но, однако, вот такую колонну-то сделали. Она закопана в землю. Ну, легенда о том, что она нержавеющая, неправильная. Легенда о том, что она сделана из метеоритного железа, неправильная. Вот. А, значит, в Делик воздух очень сухой. Колонна днем хорошо нагревается, за ночь не успевает остыть. И рано утром на ней никогда не бывает росы. Более того, та часть колонны, что находится в земле, она нормально ржавеет. Там сантиметры ржавчины. В отдельных местах, в силу того, что все-таки это середина первого тысячелетия, металл не очень хороший. Есть места, которые особенно подвержены коррозии. Там такие вот, они их называют иногда язвы, вот, связанные с коррозией. Там глубоко углубляющиеся в тело этой колонны, значит, есть. Ну, вот такое вот изделие, тем не менее, очень заслуживающее внимания. Видите, сколько времени на него потратить. Уникальный объект. А так вообще производство металла по-хорошему, по-большому, в большом количестве начиналось со следующего. Вот это не металл. Это такой, как бы сказать, костер, сложенный из бревен. Вот обратите внимание, бревна, значит, снаружи он чем-то там обтянут, связан, да? Вот так вот он по-хорошему сделан. А сверху заложен камнями. И вот этот вот костер сделан совершенно неправильно. Он плохо будет гореть, правда? У него плохо идет доступ воздуха. Вот, правда, снизу, вот видите, вот на этом, на срубе, на котором он стоит, там все-таки, как бы сказать, поддувал это некоторые и есть, да? Это поддувал, это элемент печного отопления. Снизу, значит, в топку, через поддувало идет, так сказать, воздух. Так вот, внутри-то все-таки идет горение. Горение, причем, очень затрудненное, небыстрое. И вот этот вот костер, заготовка для получения угля, древесного угля. Вот. Древесина очень хороший источник для углерода, потому что в ней, собственно говоря, мало чего какие примеси содержатся. Древесина при своем сгорании в основном превращается в воду, аж 2-го пары воды. И в СО2, углекислый газ. Ну, если правильно сжигать, и совсем немножко, совсем немножко золы древесной. Древесная зола очень милая вещь, которая в основном содержит, так сказать, потаж. Калий-2-СО3. Тоже неплохая, в общем-то, вещь, которая, ну, во-первых, она просто отделяется от угля. При вот таком сгорании с недостатком воздуха не вся древесина сгорает. Она превращается в уголь, древесный уголь. Кроме всего прочего, происходит образование еще летучих веществ. Летучие вещества отделяются от древесины. Например, процесс называется пиролиз. Пиролиз органического материала. Вот эти вот летучие вещества, которые отделяются, они могут быть, значит, сконцентрированы. Это получается этот самый деготь. Черная жидкость, больше всего из современных продуктов, похожая на мазут. Ну, хотя деготь, он и деготь, они есть, он и сейчас. Деготь используется, там, медицина использует его. Вот, дегтярная мазь, там, еще чего-то. Вот, вот такие вещи. А вот это вот, значит, тот самый источник углерода. А и потом этот источник углерода, значит, углерод, который получился, значит, вот этот самый уголь, смешивается с железной рудой и закладывается, ну, как бы сказать, очаг сказать, да? Вообще говоря, вот то, что здесь нарисовано, принято называть домница. Вот, некая такая вот домница. И, видите, справа какие-то очень примитивные меха в виде мешков. И вот с помощью этих мехов, которые выполнены здесь в виде мешков, происходит нагнетание в домницу воздуха, чтобы шло горение. Вот, идет горение, идет восстановление железной руды, и вот на дне получается некоторое количество кричного металла. Почему на дне? Оно не расплавилось, знаете, вот, не так. Это как, когда вот настоящий дом на работе, там внизу металл, чугун. А здесь он не плавится. Просто на дне вот валяется вот эта губка железная. Из нее потом куют, да. Ну, в некоторых, значит, музеях можно посмотреть вот старинные вот эти крицы определенной формы, им уже придана. Была когда-то древним мастером, и она попала в клад, да? В клад. Не во вклад, а в клад. Ну, вот этот старинный клад вот таких заготовок для каких-то изделий был, да? Значит, когда дело перешло к средним векам более-менее промышленного производства, дело в том, что к средним векам в Европе иссякли традиционные для античности источники железного сырья. Значит, традиционными источниками становилось так называемое болотное железо. Сейчас я вам объясню. В болотах там эти родники бьют, вы в курсе, да? А вода, которую родники выносят, она очень часто содержит окисложелезо или железо в других его валентных состояниях. Бывало, вы, может быть, видели, почему-то так вот на берегу, мне как представляется, такой берег, откос, течет, бьет родничок, люди выходят из катера, заполняют свои там бутылки, фляги вот этой родниковой водой, а вокруг родника трава вся желтая, вот тут растекается эта вот родниковая вода, и все желтое. Желтое – это все из-за окислов железа. Вот эта вот содержащая воду, вода, содержащая железо, она потом, значит, дает окисление. И помню, я боюсь назвать марку, а только скажет реклама, помню, я воду покупал когда-то раньше давно в Ленинграде, тогда он еще Ленинградом был. И вот она, вода давала такой хорошенький такой осадок желтого цвета, вот это оксидов железа, вот, вода, минеральная бутылка, хорошая вода, кстати говоря. Вот, вот давал такой осадок. Но это был, естественно, ее такой вот, значит, процесс. Так вот, значит, в болотах вот эта вот грязь такого желтоватого цвета накапливалась. И к концу, к началу Средневековья, по крайней мере, к его разгару, почти все это было исчерпано, вся эта запаса. А других источников руды еще не придумали, не нашли в больших количествах. Это же вам не Северный Кавказ, и не берегая, значит, море Черного, тем больше они к тому времени были залиты водой. Так вот, когда процесс пошел, когда стали использовать нормальные железные руды, такого типа, которые используются сейчас, ну, для того, чтобы этот процесс нормально шел, нужно было сначала эту железную руду раздробить. В Европе проще было с водой, а вода приводила в движение, вот, так сказать, колеса. Вот это на картинке нарисована мельница, только не для того, чтобы молоть муку. Муку-то можно молоть и ручной мельницей, и мельницей, которая используется, скажем так, домашний скот крутит что-нибудь. А это вот в большом количестве, значит, так сказать, толчется железная руда. Вот схема очень простая, ну, тут, значит, грубо говоря, простейший редуктор, который приводит в действие вот эту вертикальную ось, а к ней прикреплен такое вот колесо, каменное колесо, ну, можно сказать, жернов, который катается, а вот там, видите, сидит этот рабочий металлург, который все время под колесо подкладывает, значит, куски руды. И это колесо ее, значит, бум-бум-бум дробит на мелкие части. А потом это надо закладывать, а времена уже пошли не те, и уже не те вот домницы примитивные, такие высокие, трубы Штукофин назывался. Так вот, неизвестно, что хорошо, а что плохо. Ну, домница, конечно, слабее, чем Штукофин была в ту пору. Штукофин, такое название. Говорят, что Штукофин завезли в Европу откуда-то там, из Индии, потом через Индии, через Ближний Восток они попали. В Европе их стали делать очень высокими, с очень большой тягой, стали качать. А вот так, собственно говоря, это у них называется Штукофин, а у нас это называется домница. Ну, по назначению, по крайней мере, я понимаю, что там можно что-то придраться. Это вот картинка из Политехнического музея, вот какая замечательная картинка. Вот видите, вот там вот тоже вот слева где-то за кадром должно находиться какое-то типа водяного колеса, который приводит механизм во вращении и приводит движение меха. Видите, там меха такие, вот туда раздувать огонь. Так вот, в этих самых Штукофинах и в домницах стал образовываться брак. И вы знаете, вот такие вот очень высокие, большие домницы и Штукофины давали брак. Это было повсеместное явление. А брак происходил в том, что появлялось свиной железо, как говорят англичане. Пиг айрон. А мы говорим, чушки какие-то. Чугун. Чугун. Он плавился. Потому что чугун – это смесь железа с углеродом. Причем очень интересная смесь. Там, значит, от души углерода, причем так много углерода, что он уже не растворяется в железе. А образуются либо вот частички графита, то есть просто вот имейте различие, почувствуйте различие. Вот в этих самых вкрицах там были вкрапления несгоревшего угля или шлака. А тут, значит, был просто вот мелкие частички углерода, правильно назвать, графит. Вот так говорят, графит. То есть это вот его кристаллическая модификация углерода – графит. Или соединение его, химическое соединение с железом – карбид железа. То есть карбид железа или графит. Значит, он становится менее тугоплавким и плавится в печах. Это называется чугун. Это когда бывает углерода там больше, чем, по-моему, 2,44%. Ну вот 2 с чем-то или 2,14, что-то такое. Ну, в разных книжках, как в старое время немножко. Ну, я не буду вас обманывать, вот примерно в этом диапазоне. Вот. Так вот, значит, стал он жидким. Жидким становится стал. Он воспринимался как отходы. Думали, к чему бы его приспособить. Ну, кстати говоря, приспособили к литью ядер. А потом через некоторое время к литью пушек. Все-таки освоили. А первое время считалось брак. Да, так часто бывает. С новым товаром, который считается сначала браком. Вот. И вот так вот началась выплавка. По-прежнему вот это вот делает кричное железо, долбит его молотами. Большущие молоты должны быть, да. Ну, помните, значит, я вам показывал картинку с изображением когда-то давно паровой машины. Паровой машины Ползунова. Она как раз была предназначена для того, чтобы вот это вот, так сказать, качать меха, например, вот на таком вот производстве. Да, качают меха. И вот это что такое? Это ведь совсем другое. Это горн. Вот в этом горне разогревается эта критца. А справа молот. Вот он, механизм этого поднимает. Бум, падает. Бум. И вот рядом с ним в красной рубашке стоит человек. Он поворачивает нужным образом, значит, эту критцу, чтобы из нее выколачивать все-таки. Да. Вот такой вот процесс. Понятное дело, что железо таким образом можно было сделать достаточно мало. То есть массового производства не было. Ну, в современном понятии этого слова массового. Но, тем не менее, процесс шел. Так вот, обратите внимание, сталь в нашем понимании получить было нельзя. Все-таки тот продукт, что они получали, с полным правом называется железом. Это все-таки не сталь была, это было железо. Не то, не сё. Но нужно было каким-то образом выходить из положения. Как вот из этого железа сделать некий металл, который все-таки по своим свойствам, ну, в общем-то говоря, приближается к стали. Вот эту пористая железяка, да, вы можете себе представить, это так вот, что мы видели в каком-нибудь музее, давно-давно лежавший в земле, проржавевший какое-то металлическое изделие. После этого с него убрали ржавчину кислотой, наверное. Вот это такая вот пористая непонятная масса, которая тронь, она развалится, а иногда так она уже и развалилась на несколько частей, лежит в витрине музея. Это вот такого вида вот получалось вот критц. Ну, примерно, примерно. Ну, хотя вы можете просто посмотреть эти самые критцы в музее. По-моему, в историческом они есть. Клад коричного железа кто-то положил. Некоторые люди утверждают, хотя не знаю, откуда они знают эти цены, что железо в ту пору стоило значительно дороже золота. И вот представляете, какими же богатыми были в ту пору люди, если у них там, значит, на человека могло приходиться там 200 граммов железа. Представьте, это килограммы золота, да. Ну, я думаю, что они были тогда такими богатыми люди, что тут не так. Вот. То ли золото стоило, в общем, дешевле, чем сейчас. Ну, ладно. Так вот, значит, как же выйти из положения? Так вот это вот железо, казка, ну-ка, долбит, долбит, там что-то более-менее приемлемое из него, значит, выковали. Долбит, долбит, значит, куют на самом деле. И после этого, ну, углероживают. Кладут вместе, значит, с углем в горячую, значит, вот этот вот горн. Значит, горит уголь, вокруг него, значит, уголь с недостатком воздуха. Из кучи угля вырываются голубые, значит, язычки пламени. Это, значит, образовался угарный газ. И вот он только сгорает. Это верный признак того, что горит с недостатком кислорода. Ну вот, вот науглероженное верхний слой получался как бы стальной. Естественно, углеродить может быть только тонкую пластинку. Вот они ее науглероживали. А потом, значит, сваривали, называлась это сварка, кузнечная сварка. Вот слой вот такой науглерожный стали, не науглерожный, науглерожный, не науглерожный. Проволочки такие делались, которые тоже самое науглероживали, не науглероживали, их скручивали, перековывали. И вообще есть замечательный способ получения так называемого булата, хотя он, значит, тот-то в тайне так и остался, как они это получали. Но смысл такой, что это смешиваются частички тугоплавкого относительно железа и что-то более легкоплавкое, имеющее большое количество углерода в себе, да? Вот, это вот такая вот смесь, значит, жидкая с более твердым. Оно, значит, давало характеристики упругость, твердость достаточную. Хотя современные стали, конечно, превосходят булата по многим своим характеристикам. Так что это, в смысле, фантастика. Так вот, в XVIII веке изобрели новый процесс пудлингования, вот эту печь для пудлингования. Значит, получили они вот нечто подобное к речному железу, и начинается, значит, получение стали пудлингованием. Это печь для пудлингования. Мало чем отличающая, честно говоря, от какой-то печи, скажем, для выпечки хлеба, например. Вот, в этой печи берется огромный комок вот этого кречного железа, который нагрето, оно размягчилось немножко. Как такой кусок теста. Этот кусок теста наваливают, накручивают на длинный металлический стержень. Вот в мои годы, в мои годы молодые, на плакатах обычных металлургов всегда изображали, значит, в таком шлеме для защиты от тепла, значит, приподнятые черные очки, а он через черные очки должен смотреть на расплавленный металл, и вот эта вот такая, как кочерга. В мое время этой кочергой пробивали, значит, литок или литник, значит, в печи, чтобы выпустить шлак или металл оттуда расплавленный. А в те годы это вот пудлинговщик занимался пудлингованием. И вот он на эту железаку накручивает. Сейчас я вам напомню. Вот мы как-то говорили с вами про, значит, выращивание кристаллов. Наверняка был такой разговор. Кристаллы можно разными способами выращивать. Ну, самое простое, это взяли расплав и дали ему остыть, там все закристаллизовалось. А есть еще такой способ на затравку. Да, вот опускается кристаллик затравочный, он вращается, и на нем растет, 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 значит, заготовка кристалла. Так он монокристаллы выращивает. Железо – это не монокристалл, это поликристаллический материал, ну, сталь имеется в виду. Вот. И вот эта вот затравка тоже поликристаллическая. И на ней потихонечку-потихонечку нарастает, нарастает, вот за счет вот этого вот, вот этого вот кусочек, значит, кусочек стали. Там вот на углероживание, все это очень длинный процесс. И, кстати говоря, этот процесс еще использовался вот в нашей стране, а это ведь отнюдь не из отсталых стран, наша страна, еще в 30-е годы. Еще в 30-е годы методом пудлингования получался металл. А, скажем, в конце 19-го века все эти броненосцы, все эти первые танки, титаники разного рода, вот, подводные лодки, все это были сделаны из стали, вот, полученные с помощью пудлингования. Так что вы понимаете, что вот железо было достаточно редким в ту пору продуктом. Ну, и современное производство стали весьма популярно изложено в курсе химии было. Вот она, современная доменная печь. И в ней производится отнюдь не сталь, а чугун. Сверху, вон там, по подъемнику поднимаются, значит, вагонетка с шихтой, да. Шихта это смесь чего? Значит, кокса. Кокс получает из угля. Берется каменный уголь, он нагревается без доступа воздуха. И происходит следующее, отделяется от него вот эти летучие составляющие, каменноугольные смолы, аналог дегтя, каменноугольный дегтя, если можете сказать, назвать его, и летучие всякие газы. И остается только углерод, кокс. Он хороший, хорошо горит. Вот, хорошо горит, смешивается, смешивает этот кокс. Кстати, некоторые сорта угля, они вот уже могли когда-то, раньше их использовали без коксования даже. Там много углерода там было, содержалось. Вот, в Британии был такой уголь. Вот, поэтому Британия стала одно время, значит, лидером промышленности по производству металлов, черных металлов. Вот, и дальше идет вот это вот горение. Внизу, в самая большая температура, там плавится, получается, такая двухслойная расплав. Нижний слой это чугун, верхний слой это расплавленный, значит, шлак. Так, специально, чтобы шлак был легкоплавким, раз, и чтобы задерживали всякие, так сказать, значит, такие вещества, как сера, например, да, туда засыпается кальций-СО3. То есть, известь. Известь там обжигается, превращается в кальций-О, потом, значит, с кем-то там соединяется, получается, там гипсы расплавлены, еще что-то. И вот это вот, ну, чтобы убрать серу, вот, и чтобы снизить температуру плавления шлака. Значит, вот отдельно шлак выливается, тоже, кстати, может для чего-то использовать. Так вот, что я хочу сказать-то. У меня, помните, я вам в самом начале показывал, до изобретения вот этого идеи использования в доменном процессе, значит, у угля или кокса использовался в основном древесный уголь. В Англии лесов не так много. А вот где много лесов? В России много лесов и в Швеции. Россия, конечно, немножко подстала в этом процессе. А вот Швеция была передовой стороной в плане производства железа долгое время. Помните, царь Петр все со шведским королем Карлом XII воевал? Да, это потому, что Швеция в ту пору была одной из самых мощных европейских держав. Она так как с краешку была. Вот. И шведы были очень популярны, потому что во время 30-летней войны они, как бы сказать, в нее вмешались на стороне протестантских государств. Это была война между католиками и протестантами в Европе. Видите, вот какие у нас были религиозные войны шикарные в Европе. Россия, кстати, в ней, по-моему, непосредственно не участвовала. Вот. И, значит, вот они вмешивались, были очень популярны. Они все ходили в фетровых шляпах. Фетр они делали из бобров. Стали так популярны бобровые шляпы, перебили всех бобров в Европе, чтобы ходить в шляпах, как шведы. Вот. А бобров нет, а нужны шляпы. Так вот, именно поэтому стала осваиваться Канада, потому что там были бобры. Вот ради вот этих бобровых шляп все-таки вот Канада теперь освоенная территория, значит, цивилизованная страна. Это все благодаря тому, что когда-то в Швеции много выплавлялось металла, и страна влияла на Европу. Вот. Ну, кстати говоря, в этой же Швеции очень много меди выплавлялось. И основой денежного обращения была медь. А медь она тяжелая, ну, в смысле, как деньги, да, слишком много. И поэтому Швеция была пионером в печатании бумажных денег в Европе. Вот Банк Швеции первым выпустил бумажные деньги, обеспеченные медью. Ну, потому что, ну, невозможно. Ну, кстати, в России тоже проблема была с золотом и серебром, всегда особенно с серебром. И поэтому наши академики, члены, ну, которые служили в Петербургской академии наук, зарплату получали жалование, правильно сказать. А, или пенсию, я уж не знаю, как правильно ее называть к тому времени, они получали медными деньгами. Вот привозит два-три ваза академик домой, и мешочки его ассистент таскает в подвал, складывает. Вот он на целый год получил свое жалование. Ладно, получили чугун мы, да? Вот, чугун, из него можно много чулить. А потом его, вот смотрите, какое огромное сооружение, поглядите, огромное сооружение. А в нем, в этом огромном сооружении, видите, вот в верхней части, там такая ванна, да? В этой ванне плавится железо. Это называется Мартеновская печь. Мы как-то поминали эту Мартеновскую печь, и даже открыл я вам глаза на то, что ее придумал на самом деле не Мартен, а братья Симмитс. Вот, ну, вот она вот. Вот это вот справа огромная такая вот структура. Это рекуператор. Он используется для подогрева воздуха. Вот туда, значит, греется воздух, а когда он, значит, охладит этот рекуператор, этот рекуператор греет газами, которые вот выходят из Мартеновской печи. Это такой типичный металлургии процесс. Ну, вот его придумали в свое время братья Симмитс. Вот это вот циклопическое сооружение. Справа, знаете, что такое вверх идет? Вверх идет вот этот вот такой вот наклонный пандус, по которому вагонетка поднимает в печь, загружает в печь шихту. Ну, это, конечно, так сказать, моделька. Это вот рекуператор на доме, на печи. Вот они внутри сложены из кирпича. Вот такая, так сказать, объемная решетка из кирпича. Через нее продувается воздух, значит, то горячий воздух из печи, который их нагревает, то, наоборот, холодный воздух из атмосферы. Ну, сооружение еще то. Вот оно, видите? А внизу, значит, место, куда, вот там вот оно закрыто стеклом, ну, в реальном цехе, конечно, этого нет. Там находится место, где, значит, подъезжает машинка для пробивания летка и, соответственно, слива туда в этот вот котел, не в котел, а в ковш, простите, слива, значит, шлака и чугуна. Вот она, Мартыновская печь. А вот она, по-другому разрез ее. Так вот, Бессимер, Великобритания придумал замечательный процесс, Бессимеровский процесс для получения стали. Замечательный процесс. Это ковш, не ковш, это, вернее, Бессимеровский конвертер. Конвертер превращает что-то. В этом конвертере через расплавленный чугун продувается воздух. В чугуне много углерода. Расплавленный чугун, он, значит, горячий, и углерод начинает сгорать, да. Вот он сгорает, вот он, металл, значит, бурлит весь там, да, булькает от этого воздуха. Ну, единственное, что плохо, что сталь получалась не очень, потому что продувался-то воздух, а воздух содержит, кроме кислорода, еще азот. И вот этот вот азот делал такую сталь, а эта сталь получалась хрупкой. Вот, в современные и по эпоху продувка осуществляется другим способом. Продувается кислород. Теперь уже есть заводы, которые по получению кислорода из атмосферы его выделяют. Это, вот, так сказать, времена 30-х годов, когда освоили вот это вот разделение воздуха. Криоген МАШ, скажем так, появился. А это вот, пожалуйста, смотрите-ка, цикл работы современного конвертера, да, в него загружают сначала, что загружают. Ну, там флюс надо иногда загрузить, и самое главное металлолом. Его много не загрузить. Заливается чугун, и начинается плавление, опускается фурма. Видите, вот справа опустили такую трубку вниз, да. И вот эту трубку туда дует кислород, дует кислород. Фурма еще охлаждается, желательно жидким кислородом. Ну, и все, отработали, и выливают. Сначала сливают вот нечто более тяжелое, потом что-то более легкое. Видите, вот можно так вот разделить, и, значит, через отверстие, скажем, что-то сливать более тяжелое, потом более легкое вываливать, да, имея сталь, и, соответственно, шлаки расплавлены. Вот, кстати говоря, так сказать, бессимеровский конвертер в полной красе. Вот он должен немножко еще повернуть его влево, и тогда из трубы этого конвертера будет как раз в вытяжное вот отверстие выходить, выходить печные газы, да, будут, вот он, с разных сторон этот конвертер. Так, ковш с металлом. Вот такие ковши выливаются в чугун. Ну, кстати, и сталь тут даже можно слить. И с места на место перевозить. Так вот, дальнейшая природа стали, значит, есть такое слово металлургический комбинат. Комбинат, это, значит, процесс полностью от производства, значит, чугуна до, кстати, на этом комбинате может быть еще и производство кокса параллельно, да. Вот от производства кокса и чугуна до производства готовой стали. Это называется металлургический комбинат. Такое вот вещь. Вот. Так, а это, значит, что такое? Это электрическая печь. Вот сверху, видите, стоят, торчат два электрода. Электроды они делают из углерода. Вот они опущены в эту печь с крышкой закрыты, почти как скороварка. И там внутри этой печи идет электрический разряд. Электрический разряд плавит сталь. Замечательная вещь с точки зрения получения высоколигированных стали каких-то вот особенных. Кстати, в той же самой Швеции, богом хранимой, как говорили, значит, энциклопедии в свое время, еще в 60-е годы варили особенную какую-нибудь сталь в горшках. Вот просто в горшке, почти как в пудлинговочной печи варили эту вот сталь. Да, вот нагревали ее там, да. Вот в маленьких количествах варили, чтобы вот точно выдержать пропорции. Ну, ее мало просто нужно было этой стали. Ну, для каких-нибудь там часовых механизмов, еще для чего-нибудь особенного. А это, кстати, электроды, которые в этом процессе использовались. Кстати, электричество используется еще и в электрометалургии, так называемой. Это не обязательно связано с получением дугового разряда и плавления стали за счет температуры. А это за счет, скажем так, химических процессов в жидком состоянии. Таким образом, например, очищается медь. При этой очистке меди преобразуется еще шлам, да. В шламе находится серебро и золото. Вот такие вот вещи. Да, это вот все та же самая электрическая печь. Это я вас радую. А это вот что? А, ну, выплывили вы сталь. Дальше ее надо обрабатывать. А это ведь целое дело, механическая обработка стали. Вот это вот установка для непрерывного разлива стали. Помните, как-то я вам показывал установку для получения свечей непрерывного, да. Вот точно ее напоминает. Только здесь не нужно туда закладывать, так сказать, фитиль. Вот она, сталь разливается и сгибается. И вот получается вот непрерывный. Вот это вот справа, это вытащили за травку. И пошел вот непрерывный такой вот заготовка. Дальше заготовку можно по-всякому плющить. Называется это, значит, механическая обработка. Рельсы делать, балки, швеллеры, тавр, двутавр, арматуру, вот такого рода вещи. По прокатам. В старое время прокатка это была крайне тяжелая вещь. На руках таскали вот этот разогретый рельс или что-то еще, чтобы еще раз пропустить через волки. Вот. Теперь все эти блюминги, слябинги, это те, которые получают слябы и блюмы предварительной заготовки, прокатные станы и так далее. Кстати говоря, при механической обработке, значит, две вещи, которые обеспечивают требуемое количество, требуемое качество стали. Это термообработка. Нужный, значит, цикл термообработки формирует те или иные размеры кристаллов, вот этих вот, так сказать, поликристаллов, из которых металл состоит. И механическая обработка, которая еще деформирует эти кристальчики и придает им особенное, значит, свойство металлу. Ну, а это вот вершина электрометаллургии. Это, по-моему, цех по производству алюминия, значит, кстати, сейчас этот алюминий очень доступный товар, его полно на любой помойке. Это, значит, баночки для напитков всяких вот этих вот, типа газированных. И, так сказать, фольга. Это все алюминиевые вещи. А когда-то алюминий, знаете, как получали? О, страшное дело, сейчас я вам расскажу. Алюминий восстанавливали натрием металлическим. То есть сначала надо было получить металлический натрий, а потом им уже восстанавливать алюминий. Ну, сейчас это делается не так. Сейчас расплавленная смесь, значит, так сказать, бокситов, например, да, алюминиевого сырья, да, вот, с каолином, добавки такие, которые снижают температуру плавления, расплавленная смесь, про нее проходит ток. И происходит тот самый электролиз, электролизное производство. Ну, и с вами когда-то похожую вещь проходили по химии. Я вам химию, естественно, сейчас все уж целиком пересказывать не буду. Вот, мы живем в век металлов теперь. Вот, благодаря всем этим нововведениям, которые, начиная с 20 века, за 20 век произошли. Сейчас бросить железяку, ну, просто-запросто. А, представляете, когда-то нам было дороже золота, да? Вот, и, в принципе, большинство кузнецов работало тем, что перековывало что-нибудь, вот, сломавшееся, да, из-за этого что-нибудь, покупало какую-нибудь сломанную вещь, чтобы потом из нее что-нибудь сковать, да? А сейчас, пожалуйста, вон сколько первичного металла-то, да? Ну, вот, уже Советский Союз в эпоху Второй мировой войны в основном пользовался, так называемым, первичным металлом, да? То есть, тот, который получен вот в доменном процессе чугун, а из чугуна сталь, да? Вот так вот. Вот, даже, ну, в то же сырье было подсобным, да, вот этот тот самый лом черных металлов. Спасибо вам большое за внимание. Всех благ, удачи, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok